МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Муржакен. Сегодня в программе. Два часа вор-домошник держал в страхе жителей 45-го квартала. Причины попытки суицида выясняла Аймамрина. Что я сделал? Я ни в чем не виноват. Жительница Сарани за спасение супруга может попасть за решетку. Стой, стрелять буду. Ноль эмоций вообще. Ноль эмоций. Они там пляшут вокруг него. Я понятия не имею, что там с моим мужем. Ну, откуда? Я знаю, что там это. Ну, я выстрелила. Парень пытался совершить суицид на глазах у нескольких десятков жителей 45-го квартала. Он залез на балкон четвертого этажа и пытался порезать себя осколками разбитого стекла. Спасатели и полицейские уговаривали его не делать глупости. Но мужчина не поддавался на уговоры и требовал справедливости. Причины выясняли наши корреспонденты. Что я сделал? Я ни в чем не виноват. Эти слова запомнили все жители района, собравшиеся около дома номер 75 по проспекту Бухарджирау. Молодой мужчина, приблизительно 25 лет, которого спасатели называли Даурен, буквально висел на балконе четвертого этажа. Он кричал, что его обвиняют незаконно и по-настоящему резал себя стеклом по венам. Зрелище не для слабонервных, но зрителей этой картины становилось все больше и больше. В эпицентр событий стянулись все экстренные службы города. Опасную зону, куда грозился упасть парень, отцепили лентой и выстелили батут из одеал. Страх. В глазах был страх. То, что он... Страх и понимание того, что он совершил такой поступок, что он все-таки попался. Человеку любого есть страх. Через открытый балкон с парнем разговаривали психологи и спасатели, но их уговоры не действовали на Даурена. Он говорил, что сирота и не местный. Изредка просил закурить и попить. Между тем терпение народа лопалось. Кто-то из зевак даже называл его трусом. Сотрудники ДЧС долго разрабатывали план спасения. Батут из одеял сменил на стил из урсы, так называемого стеноплотнителя из стекловаты. Доведенный до отчаяния парень даже не заметил прыгнувшего с крыши спасателя. Опомнившись, Даурен чуть было не сорвался внец, но его вовремя подхватили. Затем спустили на землю и увезли в полицию. Ну прыгай! Давай, давай! В полиции заявили, что молодой человек находился в розыске за совершение квартирных краж. Сотрудниками криминальной полиции были установлены и задержаны подозреваемые, которые снимали квартиру в данном доме. При задержании один пытался скрыться и через крыши магазинов перебрался на балкон третьего, четвертого этажа данного дома. Около двух часов длилась операция спасения мужчины, который грозился спрыгнуть с четвертого этажа и резал свои вены. Сотрудники ДЧС и полиция сработала оперативно. Захват с крыши застал мужчину врасплох, но тем не менее он очень сильно сопротивлялся. Теперь ему грозит сразу несколько статей уголовного кодекса. Аймаурина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Наталья Шматлай пыталась спасти жизнь своего мужа. Несколько мужчин избивали его палками, когда он уже лежал на земле. Наталья вынесла из дома пневматическое оружие и побежала к магазину. На предупреждение мужчины не реагировали. Чтобы разогнать дерущихся, пришлось выстрелить. Один из нападавших от ранения скончался в больнице. Наталья Шматлай арендует продуктовый магазин. 13 апреля Наталья с мужем уже закрывались. В этот момент подъехала машина. Вышел молодой человек, который уже заходил несколько раз за покупками и попросил обслужить. Наталью не затруднило вновь открыть магазин. Когда они зашли вовнутрь, в коридоре, где стоял муж, началась драка. Я сюда. Он здесь мне перегораживает путь. Толкаю я его. Он меня пытается схватить, сам споткнулся об коробке. Я вот так вот выбернулась. Ну и сюда уже. Дверь-то была закрыта. Открываю и вижу картину. А вот этот вот обжелезный косяк у меня получается. Один бьет мужа, другой ему в голову бьет. У однобой из нападавших Наталья увидела нож. Испугавшись за жизнь супруга, она побежала в дом, который находился недалеко от магазина. Женщина позвонила в 102 и рассказала, что в магазин ворвались неизвестные и начали сбивать мужа. Наталья взяла из дома ружье, заряженное свинцовой пулькой. Пляшут вокруг него. Я понятия не имею, что там с моим мужем. Ну откуда я знаю, что там это. Ну я выстрелила. Я выстрелила, метилась я вниз, а он там то нагибался, то поднимался. Ну в кого я попала? Вон там стояло их БМВ. После этого хлопка один бросил палку, другие в разные стороны побежали. Я уже пошла к мужу, встала вот так вот над мужем и метилась на них уже незаряженным ружьем, просила, чтобы они уехали. В тот момент Наталью охватил страх. За жизнь мужа и за пострадавшего. Мужчина, в которого попала Наталья, скончался в больнице. Пуля попала в правую часть груди, но по словам женщины, экспертиза показала, что ранение было в сердце. Экспертиза показывает, что совершенно в другую сторону, а там пулька, вот тировское ружье, а там пулька даже кошку не убьет, это пулька. По словам Евгения Шмаклая, когда у него снимали побои, зафиксировали только царапины. Преступники целенаправленно били по почкам и по голове. Били палкой, ногами пинали. Потом какая-то секундная пауза такая. Я воспользовался, соскочил и теперь вижу, получается, что тот, кто пил меня палкой, идет к своей машине, спокойно идет, открывает багажник, стоит картонная коробка и начинает мне что-то там перебирать. Ну и потом, как, я не знаю, то ли пьяный, то ли не пьяный. Ну они-то и были, конечно, все изрядно выпившие. И начинает сползать, вот прямо его ноги не держат. Раз сполз, поднялся, второй раз сполз, поднялся. Оббежал вокруг машины, еще пытался что-то там угрожать или, я не знаю. Вот потом окончательно вот он упал. Свидетелями стали соседи Натальи и Евгения. Когда одному из нападавших стало плохо, пострадавший Евгений и его соседи помогли ему сесть в машину. Ну он скончался уже или по дороге, или факт то, что посадили его в машину живого. И он еще ходил тут. Вот, предварительно сказали, что тромб оторвался. Это раз. Второе, ранение было в правую сторону, ровно вот так вот рука и в правой стороне. Так что никак она не может в сердце там попасть. Я не знаю, какие у нас там эксперты. Пускай лучше смотрят. Как только нападавшие уехали, Наталья и Евгений поехали в отдел внутренних дел города Сарань. Наталью предупредили, что за спасение жизни своего супруга сама может сесть в тюрьму. Сейчас женщина в полной растерянности. Она мать троих детей. Старшая дочь инвалид. Что с ней будет дальше, она не знает. Пока длится следствие, ДВД не будет комментировать происшествие. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. За несоблюдение градостроительного законодательства предприниматели будут штрафовать на 2 миллиона тенге. Об этом Акиму области сообщил руководитель государственного архитектурно-строительного контроля Тлекте Сдусаев. С его слов, на сегодняшний день в регионе уже оштрафовано 18 бизнесменов. Они привлечены к административному наказанию и обвиняются в злостном нарушении государственных нормативно-правовых требований. Подробности далее. Около 500 объектов находятся под наблюдением управления. 135 из них строятся за счет государственных денег. За первый квартал текущего года Управление государственного архитектурно-строительного контроля организовало 38 плановых проверок. Были выявлены нарушения по оформлению документов на застройки и другие ошибки. 19 подрядчикам направлены предписания об их устранении. В итоге, по результатам всех проведенных форм контроля и надзора, нарушители были подвергнуты административному взысканию в виде штрафа на общую сумму 2 млн 341 тысячи тенге. Вопросы по недопущению нарушений на объектах находятся на постоянном контроле управления. В текущем году в регионе появятся новые дома. На строительство арендного жилья было выделено около 2 млрд тенге. Будут сданы около 200 квартир. В микрорайоне «Панель-центр» появится 24-этажный дом. Он будет сдан по программе «Кредитное жилье». Продолжается строительство шести жилых комплексов. Из них три дома уже сданы. Остальные будут закончены во второй половине текущего года. Акимобласть Нурмхамед Абдебеков предупредил подрядчиков о персональной ответственности каждого из них. А в этом году у нас есть ряд крупных объектов, которые мы планируем вводить. В том числе и школы, больницы. По ним надо держать на контроле и обеспечивать реализацию этого законодательства. В области полным ходом идет строительство 39 социально значимых объектов. На них выделено более 10 млрд тенге. Некоторые строятся уже не первый год. В рамках программы «Нурлажол» будет построено 8 школ в Караганде и Садпаеве, а также детский сад в областном центре. Также в Карагандинском регионе появится 27 сельских врачебных амбулаторий и областная многопрофильная детская больница на 200 коек. Аймамрина Улжацгабасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В силу вступил соответствующий закон по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации имущества, который определил новые подходы в процедурах ее осуществления. Окончание срока легализации совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов, которое, как известно, будет поэтапно вводиться с 2017 года. Помимо прочего, декларированию будет подлежать имущество, находящееся за рубежом. На совещании присутствовали руководители областных управлений Карагандинского филиала Национального банка, Департаменты государственных доходов и заместители Акимов городов и районов, председатели комиссии по легализации на местах. На 15 апреля комиссиями Акимата принято 882 заявления на легализацию имущества на сумму 12 миллиардов 721 миллион тенге. Из них возвращено 527 заявлений, удовлетворено 347, на сумму легализированного имущества 5 миллиардов 861 миллион тенге. Одной из причин отказа в легализации имущества – это представление гражданами неполного пакета документов, либо имущества, оформленного на других лиц. В целях активизации работы по легализации имущества был разработан и утвержден план задания и оперативное задание по стоимости легализуемого имущества и количеству мероприятий по информационно-разъяснительной работе. В результате реализации плана задания за период с 1 марта по 15 апреля текущего года количество легализованных объектов увеличилось на 51. Сумма легализованного имущества увеличилась на 1 миллиард 63 миллиона тенге. По области при Акиматах городов и районов созданы и работают 18 комиссий по легализации имущества и 21 пункт по приему заявлений. Стоит отметить, что за полтора года в СМИ не было ни одного негативного материала на тему легализации. Ни одной жалобы от населения или предпринимателей в Акимат региона не поступало. Ни одного нарушения сроков рассмотрения документов жалоб на комиссии не поступало. Не было и скандалов, связанных с неправильной защитой предпринимателей. А также со стороны Департамента доходов жалоб не наблюдалось. На сегодняшний день, как мы видим, тот прогнозный план, доведенный до Акиматов городов и районов, он исполняется в целом по области. Но в разрезе, если посмотреть Акиматов городов и районов, имеется некоторый дисбаланс. По итогам совещания были даны соответствующие поручения по активизации информационно-разъяснительной работы среди населения области, вести особый контроль за работой комиссии по легализации и не допускать нарушений, установленных сроков рассмотрения заявления граждан. Екатерина Афанасьева, Лжас Габасов, Александр Цирикедзе, 1-й Карагандинский. Назначен новый заместитель Акима города Сарань. Успанов Иралы Серикович. Родился 9 декабря 1982 года в городе Караганде. Имеет два высших образования. В 2007 году окончил Карагандинский институт актуального образования Полошак по квалификации политолог. В 2012 году окончил Карагандинский экономический университет Каспотребсоюза по квалификации бакалавр юриспруденции. Трудовую деятельность начал в 2007 году в Центре обслуживания населения номер один города Караганды в должностях специалиста-инспектора. Уже с марта 2013 года по август 2015 года работал в аппарате Акима Карагандинской области на должностях главного специалиста-секретариата Ассамблеи народа Казахстана, руководителя отдела внешнеэкономических связей и протокола. С августа 2015 года по апрель 2016 года помощника Кима Карагандинской области. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. А-класса. Долговечность 60 лет. Однако экс-аким, находясь в тюрьме, показал образцовое поведение и даже организовал концерт на 8 марта. За Смогуловым установлен пробационный контроль, то есть его обязали отмещаться согласно положению в уголовно-исполнительной системе и не покидать черту города без разрешения. В ходатайстве суда сказано, что на досрочное освобождение также повлияло письмо главы крестьянского хозяйства, готового взять экс-чиновника к себе на работу, управляющим животноводческой фермой. Напомним, суд по делу Серика Ахметова и бывших чиновников Караганды и области, обвиняемых в коррупции, завершился в декабре 2015 года. Всего по делу проходил 21 подсудимый. 12 фигурантов опротестовали приговор. В марте этого года апелляционная инстанция сократила тюремный срок бывшему премьер-министру и бывшему министру обороны Серику Ахметову с 10 лет до 8 лет. Бывшему Акиму Карагандинской области Баужану Абдишеву тюремный срок был снижен с 5 до 3 лет. Мираму Смогулову срок сократили до 2 лет. Смогулов находился под стражей с момента задержания в октябре 2014 года. Четверо мужчин в масках ограбили склад акционерного общества «Артелор Миталтимиртау». Грабители совершили налет в ночь на воскресенье, 17 апреля. Они обезвредили охранника, связав его с котчем. Приблизительная сумма ущерба – полмиллиона тенге. Охранник в тот день дежурил один. Грабители работали четко. Они были в масках и перчатках. О преступлении стало известно лишь на следующий день. Сотрудники металлургического комбината обратились в полицию. В случае установления личности преступникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Факт разбойного нападения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 192, часть 2, то есть разбой, проводится расследование. Ориентировка на подозреваемых в краже золота из торгового дома «Алем» поступила в ломбарды Караганды. Сбывать краденое золото могут пропавший охранник торгового дома, его супруга и еще одна женщина. Напомним, вечером 28 марта неизвестные проникли в торговый дом «Алем» и похитили золото из 13 бутиков. Предварительная сумма ущерба составила 226 миллионов тенге. Первым в числе подозреваемых значится 33-летний Жандос Асанов. Он был охранником торгового дома «Алем», который в день кражи заступил на смену и с тех пор бесследно исчез. Второй, кто может обратиться в ломбард для сдачи краденого золота, оказалась его 32-летняя супруга Динара Асанова. И третий подозреваемый значится некая Зульфия Ермикбаева, 1990 года рождения. В ДВД Карагандинской области сообщили, что досудебное расследование по статье 188, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан еще ведется. Жители Большой Михайловки, Шахтерского посека, улиц Вагонная, Осевая, Кирзовода, 3-4 оказались в бедственном положении. Во времена развала Советского Союза в 90-е годы была разложена работа коммунальных служб. Так, на улице Осевой нет газа, воды, тепла. Обращение в различные инстанции не дает результатов. Бытовые блага жителей Осевой основаны на электричестве. Как следствие, счета астрономические. У нас вот любой сейчас здесь подтвердит, 20 киловатт – это нормальная суточная норма потребления семьи. То есть нам предложили вот эту разницу в один день проживания. Вот в чем прикол. И поэтому мы считаем, что это несправедливо. Счета приходят ежемесячно, до 30 тысяч тенге. Отопления нет. Жители вынуждены пользоваться обогревателями. Дети всю зиму болеют. В квартирах плесень и сырость. Это ненормально, говорят жильцы. Мною был специально пройден этап оформления жилищного пособия. По нормам, утвержденным нашим областным акиматом и маслихатом, для домов и потребителей, у которых есть центральный газ и отопление, норма по расходу электроэнергии, который оплачивает бюджет местный, 150 киловатт. Для таких домов, как наши, 250, то есть это признается, как с электроплитами. То есть 250, это намного больше, законно намного больше, чем нам по тарифу, по норме потребления утвердил монополист. То есть первые 100 и по второй норме 80, следующие, это всего 180. А законно по жилищному пособию 250. Вот это расхождение, оно тоже, я считаю, нарушением является по отношению к нам. Людмила Макарова воспитывает внучку одна, девочке всего лишь 6 лет. Ходит в первый класс. Из родственников никого не осталось. Все домашние дела приходится делать ночью, после 23.00 часов, потому что тариф ночной меньше. Получает Людмила 30 тысяч в месяц, плюс 21 тысяча пособия за опекунство. За свет приходится каждый месяц отдавать более 20 тысяч. Ну, снизьте нам тариф, что ли, снизьте поменьше, чтобы платить, чтобы нам какие-то жилищные условия были понормальные. Дети, хоть ребенку фрукты какие-то купить на эти копейки. Государство борется, борется за детей, рождаемость, условий никаких. Ну, как вот дитя, в школу пойдет сознание терять, что ли? Охота, чтобы тепло было, и одеты, и сыты, и стираны. Правильно, каждый родитель старается. Тариф на электричество выше, чем у многих карагандинцев. В Караганда-Жарык пояснили свою позицию. Уменьшить тариф – растет потребление. Превышаются все нормативы. Возникает большая опасность пожаров. Необходимо в каждую квартиру установить счетчики. Житель улицы Осевая Олег Горницкий решил обратиться за помощью в общенациональное движение «Казахстан-2050». Я вам скажу, что такой вопрос, да, это не только в нашей области актуальный вопрос. Этот вопрос актуален по всей территории Республики Казахстан. Вопросы дифференциации по группам потребителей рассматриваются в настоящее время. Я предложил сделать какие-либо изменения, предусмотреть методику дифференциации. Мы готовы эти изменения направить в город Остану, в комитет, чтобы можно было рассмотреть его на заседаниях при внесении изменений дополнений в соответствующие нормативно-правовые акты. Даю такой совет. Я считаю, что собственникам квартир необходимо организоваться и создать кондоминиум. На самом деле есть много путей решения проблемы. На следующей неделе будет проведено совещание совместно с местными исполнительными органами, электроснабжающими компаниями, где обсудят все проблемные вопросы. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе – первый карагандинский. И последнее. В Карагандине будет питьевой воды. 20 апреля ТО «Караганды-СУ» будет производить работы по воду в эксплуатацию участка магистрального водовода, проходящего по территории Центрального парка культуры и отдыха, протяженностью 1,8 км. Подача питьевой воды будет прекращена потребителям улицы Алиханово, проспекта Бухар-Жирау, улиц Ержаново, Ермеково, Комиссарова, воинов-интернационалистов, Чкалово и других прилегающих к ним улиц частного сектора. Рекомендуем карагандинцам иметь суточный запас питьевой воды. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболинстер. Редактор субтитров А.Семкин